привет привет всем мой сегодняшний эфир пройдет сергеем который находится прямо сейчас в своем круизе на лайнере и масти грандиоза вчера у него начался второй круиз из города неаполя сегодня находится в миссине и сегодня он нам покажет красоты и лайнера мсч грандиоза это новейший лайнер в котором который похож на мсч белиссимо это лайнер который был спущен на воду после белиссимо напишите пожалуйста как меня слышно как видно поставьте плюсики направляйте этот эфир всем людям которые любят путешествовать покажем максимальному количеству людей круизный отдых что он существует что лайнеры уже ходят что он является самым безопасным видом отдыха после пандемии почему сейчас нам сергея событий пишите свои вопросы что вам интересно что хотелось бы узнать сережа привет привет круто что ты находишься прямо сейчас на лагере так рада тебя видеть все супер то все хорошо я смотрю ты уже в одежде а ты масти но позволил себе купить супер а может быть там у тебя громкость микрофона немножко закрыта нет это вот я тебя очень не очень хорошо слышу вот напишите пожалуйста как нас слышно как видно я вроде бы как слышу тебя ну так не очень прям а у меня против все нормализовалось все хорошо стало круто ну напишите а все хорошо да классно ну что рассказывай рассказывай прямо вот с первого момента как только ты заселился да как ты проходила регистрацию чем отличается мы же были уже с тобой в круизе по персидцовому заливу сейчас у а второй круиз первый раз мы зарегистрировались как обычно а сейчас вот после пандемии какие то есть особенности да и естественно у меня есть чем сравнить после того когда мы были в круизе до и сейчас уже во время пандемии разница как бы очень такая ну во первых круизная линия другая да может быть еще от этого город там были страны у нас персидский залив да здесь европа все по-другому я вот думаю вот от этого наверно и кайф что то был лайнер royal caribbean это американская компания это итальянская компания много что отличается такого вот ну в этом наверное есть прелесть что они все друг на друга не похожи все лайнеры по-своему красивы потому что я сегодня даже Юле рассказывал я говорю да здесь это итальянская роскошь все шик блеск все прям блестит уборщики ходят драят его 24 часа в сутки этот лайнер вообще все прям красиво везде стразы сваровский зеркала просто вот а мы на котором были лайнере он такой был больше классика такой в американском стиле да вот что касается нынешних как бы реалий да единственное что да действительно заставили тест проходить до лайнера за при заселении лайнера также отправили там была специальная комната куда мы снимать там нельзя было я не смог снять направлять мне даже когда при регистрации на лайнера мне пришла бумага уже специальная на тест ее надо было заполнить эту бумагу она приходит вместе с пакетом всех документов это уже бумага и заполняет и дальше уже при регистрации ты с этой бумагой идешь и проходишь тест тест они делают в принципе стандартный да там как говорится палочкой поковырялись потом идет специальная комната минут 20 мы ждали все там сидят на дистанции это как комната ожиданий вот и минут через 15-20 заходит представитель мужчины говорит все окей ребят раздали нам пропускать все и мы пошли на лайнер везде идет даже в этой комнате да кстати пока ты ждешь они обеспечивают тебе комфорт пожалуйста вода соки какие-то вкусняшки на стола стоит кораблях носят чтобы люди там могли попить покушать как-то им не было скучно ждать вот потом дальше когда уже не дали добро нам уже на то чтобы заходить на лайнер опять же идет двойная была дезинфекция при выходе с терминала чтобы зайти на лайнер они все опрыскивали меня сумки там все все стояли и при входе на лайнер тоже там такая легкая дезинфекция здесь вот в этом плане насчет дезинфекции они сейчас очень хорошо строго следят за этим всем когда ты идешь кушать например они ввели такую норму да там не важно там помыть руки в каюте или нет при входе на буфет ты опять их мышь руки они тебя прям там стоят слева справа такие умывальники прям красиво все сделано центр и ну как бы очень цивилизованно стоят салфетки это все стоит все есть ты заходишь по мою руки опять у тебя измерили температуру и ты пошел дальше плюс у нас вот есть вот такие вот браслеты что очень удобно сделали эти браслеты они замеряют нашу температуру отправляются туда тоже у них видно на общую базу они следят за моим здоровьем плюс что еще удобно а эти же браслеты они действуют сейчас как и ключ к тому чтобы зайти в каюту плюс они еще действуют как например ты покупаешь нам напитки какие-то еще что-то ты так же можешь через вот этот ключ расплатиться тебе не надо карточку это сейчас таскать собой абсолютно у тебя есть браслет ты можешь все как все доступно полностью на лайнере благодаря этому не надо ни карты таскать не деньги вообще ничего поэтому браслету могут определить полностью кто ты что ты и все он на даже они вот подходят своими специальными сканирует и все у них прямо на табло высвечивается сразу кто я и это все полностью круто а как он он прям реально определяет температуру да браслет да да это видно вот им отправляются они как бы определять и плюс они еще определяют мое местонахождение что если не дай бог что со мной они как бы меня чтобы могли найти в любом месте очень круто класс слушай а но вот ты раньше же до круизного лайнера да ты недавно был тоже в отеле отдыхал и вот по сравнению с отелем и круизный лайнер получается намного безопаснее да чем отель на земле в плане вирусов имеешь ввиду сравнение отель и лайнер да но в плане безопасности после пандемии я имею ввиду вот на лайнере обеспечивается максимальная безопасность да максимально да максимально всех даже вот на когда ты кушать ну не больше четырех человек нельзя садиться везде они все равно как бы немножко делаю дистанцию лайнер этот рассчитан на пять тысяч народу где-то я хочу еще пойти узнать примерно спросить но я думаю где-то на треть только заполнен абсолютно так скажем нету не толпучки ничего в общем просто так спокойно все ходят даже даже посмотреть сейчас здесь да там народ есть ну вполне как бы и это никто друг другу не мешает нету нигде очередей не не на буфетах не в ресторанах не на барах прям прям так хорошо даже я так сказал бы комфортно да комфортно класс тут вот пишут серёжа пройдись по лайнеру покажи нам верхнюю палубу лайнера где вы сейчас стоите мы сейчас стоим это город миссина сицилии вот посмотрите как вот просто даже определите сейчас высота лайнера где-то машинки ездят да да когда он утром подошел сюда мне кажется это для города как будто гора подошла и он своей тенью даже вот первые дома он закрыл получается прям от него тень была это я сейчас нахожусь на 15 палубе а представьте себе еще есть пять палуб на вверх и это какая была высота если там сейчас вот такие вот маленькие машинки ездят даже взять четырех пятиэтажки они где-то там внизу весь город он как на ладони виден здесь город как на ладони ты можешь стоять и наблюдать за всем городом рассматривать его то есть реально получается высота наверное такого 18 этажного дома да 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 я говорю это как 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 небоскреб в длину да вот такого размера этот лайнер я действительно увидев этот лайнер у него какая-то правильное название грандиозно очень большой лайнер огромный я уже сутки на этом лайнере почти я наверное еще даже у половины не обошел не не даже не разведал до конца все все места все бары все что на нем есть вот сейчас мы после обеда точнее после обеда сейчас буквально может быть в обед мы решили сейчас пойти покупаться хотя вот погода я вот смотрите да не так уж скажем и жарко но есть люди он купается в бассейне он посмотрите человек купается в бассейне да видимо кто-то загорает тут все чем-то до заняты здесь на самом деле здесь не скучно всем всем есть чем заняться классно а что по поводу экскурсии экскурсии я вот наблюдал утром когда мы подъехали вот здесь вот в ряд стояли автобусы вот так вот во весь ряд стояли автобусы и экскурсии все централизованные именно группами люди выходили садились в автобусы и их направляли конкретно а именно только группами я даже хотел спросить мы ходили спрашивали чтобы выйти просто погулять думаю ну вот он же город стоит да выйди можно было пойти в центр даже вот какой-то вот вот сейчас покажу собор какой-то красивый в него погулять посмотреть где-то нельзя они не выпускают в этом тоже как как-то небольшой минус все таки есть потому что только надо экскурсиями брать а я даже и не знал что мы в этот город придем я понятия не имел я думаю для многих это было сюрпризом он у нас вообще в маршруте не стоял вообще мы сегодня у нас день должен был быть в море видно они по каким-то причинам поменяли нам маршрут видимо и может быть из-за погоды где-то может быть какой-то ветер опять же компания беспокоится безопасность людей где-то был пока мы шли из неаполя сюда был ветер был дождь вот скажем так и и он видно обошел вот эти все такие серьезные непогодные условия и сейчас мы должны были быть в море и видимо где-то в море не спокойно и он пришвартовался в мессине и стоит здесь это вот понятно да вот я говорю что я не ожидал этот город увидеть но на самом деле получается я здесь побывал даже в этом в этой части Сицилии да ну на самом деле по поводу выхода в город экскурсии это же такая как бы временная история я думаю что через полгода все уже нормализуется будет как бы раньше да но это опять таки для безопасности пассажиров потому что мы тоже заботимся о своем здоровье получается наша круизный наш круизный лайнер заботится о нашем здоровье да да таки сейчас я поднимусь наверх и сверху покажу вид я конечно прошел пока без маски пока меня тут это можно без масок находиться где бар находится там где кушать а по лайнеру гулять надо обязательно в маске тут не очень много народу наверху вот такой вид здесь сверху вон там джакузи люди вот сейчас купаются в джакузи и вот такой вот вид если даже я сейчас вышел чтобы не за стеклом а именно в живую показать город как он выглядит и вот настолько вот он высокий лайнер огромный что ты можешь просто с борта смотреть на всю эту красоту на горы это вообще великолепные пейзажи такие оно стоит того чтобы здесь побывать да однозначно да рассвет и закаты и звездное небо там я помню очень романтично да 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 что по поводу развлечения чем ты вчера вечером занимался расскажи нам ну мы это я вчера опять же пошел на ресепшн встретил случайно одних девочек из Испании они встретили других наших инкрузовцев девчонок из Рима и в общем мы просто на вечер объединились в компании тут есть они с семьями тоже с мужьями с детьми здесь приехали все вот и мы вечером объединились и большой компанией отдыхали танцевали веселились даже в казино зашли немножко как бы мимолетом вот посмотрели как там в казино очень много народу мне даже казалось что казино больше народу чем на дискотеке народ у нас как говорится в Европе богатый вот оставляет там деньги ну да там заселяются европейцы в основном заселяются просто как в дом отдыха да как вот в санатории где можно развлекаться отдыхать кайфово да сейчас оно закрыто казино а вот когда он лайнер трогается его открывают это казино и вечером очень много там народу пропадает вот а музыка еще да вот погода вроде бы как сейчас распогодилась нормально прямо аж стало комфортно уютно да даже я вам смотрю люди даже разделись загорают ой да надо тоже идти раздеваться загорать купаться классно а мюзикл и шоу ходил в театр вчера нет мы что-то вчера так получилось что на ужине задержались и опоздали в театр в общем мы как-то заболтались на ужине и опоздали в театр и уже не пошли на него ну думаю сегодня мы это дело не пропустим но там было так что мы еще в другой театр ходили вечером тут оказывается есть большой один огромный зал есть театр поменьше там было представление музыкальное шоу тоже кто-то пел там на итальянском ну очень красиво так мы все-таки побывали послушали прям интересно было вот как бы это было другое такое немножко не просто театр а как бы музыкальное шоу было потому что по всему лайнеру где-то что-то да проходит ну невозможно как бы везде успеть ты должен для себя определиться что тебе интересно и идти именно туда если ты начнешь бегать то ты просто ты нигде тогда не успеешь потому что по всему лайнеру что-то в каждом баре какие-то там шоу какие-то конкурсы какие-то развлечения какие-то обучения танцев йога и все такое в спортивном зале я видел вчера волейбол играли там ребята кто-то да кому-то эти шоу не надо они пошли спортом заниматься там волейболом играли большая волейбольная площадка причем она внутри лайнера закрытая да не на даже не на свежем воздухе а прям закрытая именно с детскими комнатами я кстати про шоу снял на видео детские комнаты я потом скину очень большое такое разнообразие детских комнат для детей разного возраста ну прям меня удивило ну очень много и прямо видно что разделяется для самых маленьких для средних все все и есть для подростков ну там так круто что наверное я на один вечер подростком стану и там немножко погоняю с ними на формуле 1 класс аквапарк наверно тоже есть да аквапарк есть да аквапарк есть так сейчас мне сориентироваться мы находимся так вон там перед вон там сзади вот он как раз за вот этой штукой вот за вот этим знаете как раз аквапарк я еще кстати не ходил не смотрел работает он или нет вот днем сейчас надо кстати да пойти посмотреть сейчас аквапарк есть прям огромный красивый с такими не знаю там там очень много всего есть очень много всего в этом аквапарке что еще здесь ну я боулинг есть да я видел ну очень максимальное количество развлечений я думаю что если даже везде потратить по 10 минут ты все равно не обойдешь весь лайнер вот классно классно ну расскажи про ощущения свои как ты себя там чувствуешь вот когда ты стоишь на этом классном грандиозном да в лайнере грандиоза да ну это это ж не передать вы понимаете да это вот здесь надо просто побывать чтобы вот вот это все увидеть надо собственными глазами это невозможно передать ни на камеру ни картинкой свои эмоции это тяжело прямо передать потому что оно вот прям захватывает это ну очень круто очень круто масштабно это действительно кайфово да да это кайфово да потому что я вот иду на прямо смотрю вот вот у нас вот здесь вот вот сейчас прохожу это тренажеры там ставят спортивный зал и там полно людей просто битком кто-то на тренажеров кто-то в бассейне кто где находится кто-то по променадам гуляет вот я сейчас перешел на другую сторону лайнеры и здесь 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 получается как порт да красиво вот такой вот вид с этой стороны лайнера вот с одной стороны город с другой стороны море и горы очень интересно если будет сегодня хорошая погода я когда он будет отправляться отсюда я его я засниму отправку как вот он отходит от этого города такая большая круто да это я говорю это бесспорно он настолько шикарен вот давайте я вам покажу я прям вижу по аквапарку по трубам вода идет видимо он работает аквапарк так что это классно дыхать немножко интернета ходишь наслаждаешься солнышком пьешь коктейльчики и просто балдеешь я конечно честно сказать так выражаясь жирану заказал себе пакет сразу так чтобы себе ни в чем не отказывать хожу балдею коктейли пью так я не потерялся я на связи тогда на связи ты решил оторваться за всех нас мы просто внимательно туда мне же попросили я думаю ну как мне отказать всем если меня попросили мне оторваться за всех я такой думаю ну тогда мне надо пакет заказать алкогольный и отрываться за всех классно связь немножко пропала сергей а все появился все появился связь немножко пропадала я сейчас нахожусь в зоне аквапарка да видим уже ругаются что я без маски привет привет всем там нет там машут рукой я говорю всем привет работающим на лайнере я спущусь а то там они просят чтоб я маску одеваю это раз и во вторых там музыка играет и очень плохо слышно аквапарк работает да аквапарк работает аквапарк работает все там все развлекухи идут все развлечения идут все абсолютно да и преимущественно вообще итальянцы даже преимущественно итальянцы сейчас я спущусь и вам еще один классный вид покажу это прям корма корабля какая музыка красивая на фоне я вот тут пришел тут тоже бассейн их несколько штук и вот там вот сверху развлечения все аквапарк там всякие такие как бы подвесные дорожки ходить здесь какая-то свита музыка даже музыка играет я стою прям вот на самой корме корабля самое вот это вот зад корабля полный здесь как бы немножко уже даже другой вид города открывается да да красиво да как бы по всему лайнеру где-то везде есть люди абсолютно везде очень такие вот даже посмотрите бассейны вот такие вот шезлонги лежат уже отдыхай кайфуй наслаждайся жизнью классно а тут вас спрашивают насчет просвета его нужно снимать а ты его снимаешь когда спишь или ты с ним спишь даже нет я его снимал ничего мне не говорили ничего не я его снимал да понятно хотим быстрее круиз тут спрашивают сколько стоит пакет алкогольный на лайнере но я думаю что это зависит от лайнера и от того где ты его покупаешь онлайн или прямо на самом лайнере да ну я взял 39 евро в день я думаю что я его уже оправдал не потому что я беру на себя а им раздаю там воду коктейли все я для них сделал какую-то экономию даже ну и сам себе ни в чем не отказывай зато не надо заморачиваться за подошел взял в даже если тебе больше не полезло поставил пошел следующий взял коктейль все подряд интересные всякие пробую что тут есть классно как бы наслаждай просто обычным видом морем видами как бы лайнер очень огромен можно гулять и гулять бесконечно по нему круто ну да алкогольный пакет можно купить да вот пишут что и круизными долларами я кстати купила круизными долларами на мсчс я вью на август сразу пакет напитков включен в каюту наверное у тебя просто не было такой каюты наверное да когда ты бронировал было я просто видно это что-то не хотел ну а жадничаю вот в итоге думаю в следующий раз я буду брать зато ну тебе в этот пакет даже ты его можешь взять только даже не из-за того чтобы там пить алкоголь безмерно да там входят очень хорошие соки фреши да такие входят кофе макеата вот очень много вот таких вещей входит действительно я я сегодня например если у кого нету пакета да они пили воду там или там простые какие-то соки а я сразу же раз заказал себе свежевыжатый апельсиновый сок да на завтрак кофе попил хороший кофе взял не никак может быть сам я прям взял дорогой кофе и как бы ради этого даже стоит заказать пакет напитков и просто кайфовать и ни в чем себе не отказывать зато ты ходишь по всему лайнеру в любой точке где бы ты ни оказался захотел попить или еще что-то взял себе любой коктейль выпил и доволен отдых я думаю должен быть как-то такой наверное более полноценный более чем полноценнее чем на лайнере я уже даже не знаю с чем сравнить да вот представьте себе вон идет еще кораблик вон сверху кажется как будто маленькая лодочка вон там другой идет вот такая высота непередаваемая как будто ты стоишь на каком-то длинном небоскребе по которому ты ходишь по верху туда-сюда не смутаешься с высоты я же говорю он когда подошел к городу он даже тень была от лайнера на город даже тень была он закрыл город городу солнце на пол города закрыл как раз солнце там вставало и лайнер встал как раз тень от лайнера шла на пол города насколько он такой большой я бы хотел даже выйти в город и посмотреть как этот лайнер выглядит со стороны я думаю это как-то очень масштабно он выглядит очень классно спрашивает нет это мой второй круиз в первом круизе мы познакомились с лилей и благодаря ей я на этом круизе сейчас бесплатно да кстати действительно а ты спрашивал у кого-нибудь из европейцев за сколько они прятали круиз спрашивал еще наверное нет мы еще как-то не очень но мы узнали что здесь сейчас находятся итальянцы находятся испанцы Сен Крузес мы узнали и даже какой-то с ними очень большой лидер находится ну в рангах что-то в ранге что-то выше интернационального даже директора говорят очень какой-то большой лидер собрал и группу привез они здесь находятся я уже думаю как-нибудь может где-нибудь увижу я их сфотографирую с ними интересно посмотреть на наших коллег как говорится с Европы а нас узнают я написал на лайнер у меня да круто значок значок инкрузес и даже эти работники порта такие о инкрузес я так вот да и такие говорят класс класс такие нас знают у нас хорошая такая репутация скажем так круто да они нас любят да 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 тут вот пишут как как ты подтверждаешь свой пакет когда берешь напитки вся информация в браслете у Сергея я просто вот так даю браслет а у них есть такой маленький планшет они его прислоняют у них сразу же высвечивается что я имею пакет напитков и все они прям заходят на мою страницу которая у них высвечивается и все заказывают с моей страницы и все я даже то что вчера заказывал сегодня я подошел на лайнере стоят терминалы ты можешь посмотреть сколько ты денег потратил уже на лайнере я подошел тоже прислонил и он мне высветило что да действительно я как купил пакет больше я ни за что у меня не сняли денег ни рубля вот полностью все входит в пакет единственное я хочу еще узнать входит ли в этот пакет то что у меня полный холодильник напитков пиво виски все остальное в номере входит ли это еще я потом узнаю я расскажу об этом классно да осознавать что на таких шикарных лайнерах да в таком роскошном круизе отдыхать бесплатно за счет компании это конечно вообще очень 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 прям круто да это на самом деле ребята кто вот не был круизе вы когда побываете здесь ваши эмоции впечатления они будут за гранью куда-то да они улетят это далеко не отель это далеко не пляжный отдых это это что-то иное классное крутое которое вот прочувствовать стоит я говорю что я точно для себя сделал вывод что это мой второй лайнер и далеко не последний еще будет много много разных других лайнеров разных городов разных направлений а если все нормально я до конца года еще раза три точно побываю четыре в круизе круто сто процентов я уже рассматриваю свежие маршруты куда я поеду в следующий раз так я что-то смотрю надвигается тучка прям вот если посмотрите все точно начинается прям резко там что-то налетело пропало солнце я бегу прятаться лучше мне кажется сейчас очень сильный дождь прям начнется люди с бассейна с джакузи бегут все все одеваются все прятаться а там же есть еще крытый бассейн можно открытый а там же еще есть крытый бассейн и джакузи да 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 есть все закрытый бассейн и джакузи есть я уверен сейчас там наверное очень много народу я проходил где-то может часа полтора назад там было очень много народу я думаю сейчас там вообще битком будет наверное раз здесь погодка немножко испортилась сейчас наверное все побежали туда салата пойдут так что кто-то просто сидит вот я сейчас по этой стороне пошел а вот по той стороне все сидят там отдыхают тут вот спрашивают есть ли какой-то лимит в день по напиткам что есть ли какой-то лимит в день по напиткам нет нету лимита нету абсолютно единственное в некоторых барах меня раскусили уже я заказываю там например там два коктейля они говорят нет один ну в некоторых дают и два и три сразу один за одним пить сколько ты хочешь сколько хочешь любые коктейли любые фреши все что хочешь можешь пить в любом количестве без разницы но имеется ввиду что ты для себя как бы должен брать да ты брал там девчонками да 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 как бы ты должен да они это же предусматривается что ты должен для себя брать ну мы же немножко хитрее умнее мы пытаемся как бы чуть-чуть еще больше урвать ну так давайте вопросы кому еще что-то может интересно узнать какие моменты аналайне кстати да что касается например масок каждый день в номер ложат новые маски 2-3 маски прямо у тебя в пакетике запечатано каждый день в номер приносят вместе с программой приносят и маски русских на лайнере которые обслуживают здесь очень много даже у меня например я возьму еще интерьё андрей который у меня в каюте убирается он из украины обслуживает мою каюту даже русский парень он говорит так сергей если тебе что-то надо там оставь мне записку говорит на столе говорит я вот да вот погодка испортилась дождь пошел ветер прям льет ну это вот здесь такие же так сказать в этих странах в этих южных сейчас вот он пройдет дождь и через час будет опять полнышко все остальное мне здесь нравится если конечно взять такой круиз летом я думаю что мы здесь бы даже бы места не нашли бы свободного если в этот круиз будет летом спрашивают вода в бассейне с подогревом в открытом бассейне или без подогрева да да с подогревом потому что от него даже пар идет немножко от этого бассейна и то что он с морской водой это даже я к бассейну подходил даже чувствуется на запах что у него вот морская вода а особенно это очень сильно чувствуется в крытых бассейнах туда заходишь и атмосфера не хор да как может быть в обычных бассейнах где-то вот на земле а именно прям запах море потому что морская вода находится во всех бассейнах во всех живуте все везде прямо у Сергея есть уже невеста тут тебя собираются женить повторно я уже поженила его какие города у вас в маршруте ну маршрут он выкладывал так я сейчас посмотрю еще какие вопросы да маршрут меняется потому что миссины вообще не было у меня в маршруте я даже не знал что я здесь буду но вот оказалось что миссина оказалась у нас на маршруте да Сергей с паспортом что дальше будет я не знаю по идее мы должны завтра были прибыть в валеты на мальту ну скорее всего я так думаю что будет полерма потому что она здесь рядом да да вот спрашивали с паспортом Евросоюза да у Сергея паспорт Евросоюза на лайнере надо в маске быть нужно в открытых местах да нам нужно быть на маске так что еще какие вопросы я просто тут смотрю что писали да много раз разная мужчин здесь действительно здесь очень много даже мне даже показалось европейской публике здесь наверное мужской половины больше чем даже женской вот мужчин больше на мой взгляд мне так показалось что действительно что мужчин здесь именно европейцев больше особенно да кстати меня что удивило даже компании европейцев именно молодые да такие вот в 20 с небольшим лет вот именно молодые и здесь прям я видел прям большими компаниями приехали отдыхают и итальянцы испанцы они прямо с компаниями здесь и поэтому когда говорят что этот отдых для пенсионеров не верьте вот на самом деле это чушь собачья потому что это это какое-то устарелое понятие да это американское устарелое понятие о том что на лайнерах только пенсионеры здесь очень много молодежи я бы даже так сказал бы наверное если в процентуальном взять то наверное может быть людей которые там 18 плюс 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 ну наверно может процентов 10 не больше а а именно вот такой вот возраст может быть даже мой возраст такого много да Сергей тут за тебя уже все решили порешили девчонки идемте в инкрузис кто еще не в компании на самом деле мы с Сергеем познакомились в круизе и мужчин в круизе точно вы найдете поэтому всех приглашают к нам в команду включайтесь и будем путешествовать и еще знакомиться насчет экскурсий Сергей уже говорил в начале нашего эфира экскурсии централизованные да экскурсии централизованные не знаю я не брал еще пока ни одну экскурсию не знаю может быть возьму может не возьму в Палермо я бы наверное вышел бы в Палермо я бы хотел посмотреть и даже те девушки которые здесь находятся из Испании они тоже хотят в Палермо может быть мы на 2-3 часа какую-нибудь экскурсию возьмем и в Палермо выйдем вот это я думаю мы сделаем на Мальте я был прошлым летом я ее хорошо посмотрел ну может быть даже и не стоит на это тратить сейчас время я думаю что я еще по похожему маршруту по любому здесь буду еще увижу это не раз своими глазами так вот стоимость экскурсий они разные абсолютно стоимость там в зависимости от количества часов есть экскурсии по 2 часа там они 15 долларов и более да там в зависимости какой маршрут какое количество часов экскурсия состоит я уже смотрел да там есть и за 50 даже но это там чуть ли не на полдня и вас будут возить или даже больше там даже может на весь день возить будут по всем всем достопримечательностям города я такое видел маршрут они разные в общем там их несколько маршрутов есть экскурсии на любой курс и там прям пишут какие будут посещать там церкви или еще какие-то достопримечательности исторические спасибо сереже за такой насыщенный интересный да нормально да 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 все хорошо все слышно на самом деле да очень круто отдыхать на лайнере вот что я и говорил спасибо тебе прошелся дождик и опять все нормально уже погода наладилась вот сколько мы тут разговаривали минут 15 наверное и за это время дождик прошелся и сейчас он утихает я думаю сейчас через полчаса опять будет солнце что-то немножко подвисло так у меня зарядка сережа ты на связи эфир я сохраню направляйте всем своим потенциальным показывайте людям круизы и так сережа у нас вышел направляйте эфир всем потенциальным покажем людям что круизы уже существуют и до скорых встреч следите за сторисом Сергей еще будет в круизе до 15 числа я транслирую он также транслирует на своей страничке ну и самое главное давайте покажем этот эфир максимальному количеству наших друзей и знакомых для того чтобы уже все запланировали себе свои круизы на лето на осень на новый год как раз есть время для того чтобы накопить себе бонусов и купить круиз с максимальной скидкой или даже бесплатно как это сделал Сергей за счет компании да как это сделала я я забронировала круиз уже на август месяц все всех благодарю до скорых встреч завершаю эфир сохраняю и до скорых встреч и до новых встреч